Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем вторую книгу пятикнижья, книгу Шмот. Давайте обратим внимание на очень-очень важный момент. Итак, мы знаем, еврейский народ находится в рабстве, и вдруг чародеи и маги фараона докладывают ему такой вот доклад. Они ему говорят, что мы по звездам увидели, что родится мальчик, который спасет еврейский народ. И этот мальчик, который будет будущим спасителем, он будет наказан Всевышним в воде. Так они ему сказали. Что имеется в виду, что рождается Мошер Абейну, седьмого Адара, родился этот великий мальчик, который потом спасет евреев из Египта и даст нам всем Тору. И на каком-то этапе Мошер Абейну сделает большой-большой грех. Он не послушал Всевышнего, который ему сказал, иди, дай еврейскому народу воду через скалу и пойди прикажи камню, скажи этой скале, чтобы она дала воду Мошер Абейну, вместо того, чтобы говорить скале. Он ее ударил, и поэтому он был наказан. Он был наказан из-за воды. И вот эти вот маги-чародеи увидели, что сейчас родится ребенок, который умрет из-за воды. И только вот у них была проблема понять, это египетский ребенок или это еврейский ребенок. Почему у них была такая проблема с определением национальности? Потому что Мошер Абейну родился в еврейской семье, но был воспитан дочкой фараона в фараонском дворце. То есть он был и тут, и там. Поэтому они не могли определить. И что решает фараон? Раз мы не знаем, египетский мальчик, не египетский мальчик, мы всех мальчиков топим в воде. Они же ему сказали, что он был наказан из-за воды в воде. Поэтому он сказал, всех поголовно топим. Вот такой вот ужасный грешник был фараон. Чтобы избежать спасения еврейского народа, он был готов топить, топить, топить тысячи и тысячи мальчиков. Что происходит в доме Мошер? Мама Мошер Юхебет не могла его больше прятать. И она пускает его в такую вот маленькую, и она сделала для него такую вот лодочку такую специальную, и пускает его по воде. Почему она его не спрятала там в сарае, в других местах? Почему ему нужно было его пускать в лодочке в воде? Потому что она хотела, чтобы фараон прекратил убивать детей. Поэтому она знала, что его маги и чародеи увидят, что ребенок находится в воде, и прекратят всех убивать. Поэтому мама, к сожалению, со слезами на глазах пускает ребенка в воду, прекращается убийство детей, и она надеется, что Всевышний спасет маленького-маленького Мошер. Он, как мы знаем, плывет по течению. Его старшая сестра Мирьям не могла его оставить одного и пошла посмотреть, что же будет дальше. И вот что видит Мирьям. Видит Мирьям царскую карету. Идет дочка фараона купаться на озере. И там с ней свита, охрана, помощницы. И, конечно, вот эта вот девочка Мирьям, что она себе могла подумать? Что раз сейчас действует царский указ убивать детей, и вот царская карета с охраной, конечно, они первым делом мальчика убьют. Потому что это самое, что не есть, прямая угроза. Фараон сказал убивать. Вот люди, семья фараона с его там охраной и так далее. Конечно, они его убьют. Но мы знаем, что Всевышний сделал чудо. И дочка фараона спасает Муше. И не только его не убивает, а она его берет в царский дом. Она его спасает. И в этом царском доме, в этом дворце фараона, Муше Рабен научился, как руководить. Он изучал, как себя фараон ведет, чтобы он сам потом в процессе мог стать великим еврейским царем. То есть, мало того, что ничего плохого не случилось, а еще Муше получил много-много бонусов, находясь во дворце у фараона. И он потом, когда приходил делать казни, он уже не боялся предстать перед фараоном. Потому что он там уже был домашним ребенком. Он все знал, всю кухню. И вот такое великое чудо совершил Всевышний на глазах у Мири. Что мы отсюда можем увидеть для себя, понять? Что иногда нам кажется, что вот идет царская корона, которая неизбежно сделает ужасную вещь с этим маленьким невинным ребенком. Но Бог сделает нам чудо. И то, что кажется большой-большой опасностью, станет для нас большим спасением. Точно так же, как в недельной главе Мошера Вейду из посоха. Что такое посох? Посох – это вещь, которая помогает идти. Мы на него опираемся. Посох – это вещь, на которую мы опираемся. Она может превратиться в змею, в ужасную угрозу. И мы иногда, мы не знаем в жизни, что с нами будет. То, что мы думаем, что нам поможет, может стать угрозой. Но когда Всевышний говорит Мошера Вейну, Мошер, а ну-ка подойди и схвати эту угрозу, эту змею за хвост, она мигом превращается обратно в посох. Потому что если Бог тебе говорит, что-то сделать, и ты это делаешь, то самая большая угроза может оказаться великим спасением. Змея превращается снова в посох, который нам помогает. Царская карета при указе царя убивать спасает, воспитывает, помогает Мошера Вейну. Мы должны с вами запомнить из этих вот таких вот событий, которые случились с Муше, когда он был маленький, и его спасла дочка Батья, дочка фараона. И Муше, когда ему Бог показывает, что змея становится посохом, посох – змеей. Главное, слушайся меня, и все у тебя будет хорошо. Что несмотря на то, что в нашей жизни мы все встречаем опасные ситуации. Разные, очень разные бывают в жизни. Но нужно знать, когда ты веришь в Бога, и ты на Него полагаешься, самая большая опасность может стать для тебя спасением. Спасибо огромное за внимание.